Друзья, всем привет! Начали терять, пропал на время. Ну ничего страшного там нету. Возвращаюсь потихоньку. Возвращаюсь не по собственному желанию. Если честно, были такие моменты, что думал, что снимать больше ничего не буду вообще от слова совсем. Нахлынул вот иногда такое, на этих. Решил вернуться, потому что, да, начали писать, куда пропал, туда-сюда. Даже не то, что писали, куда пропал. У меня друг приходит в гости НВ, говорит, там, сестра смотрит... А, сестра не смотрит? У сестры есть подруга, которая смотрит, и тоже через него, там, как через три человека, можно сказать, спрашивают, почему ролики новые не выходят. Давайте расскажу, что было после Нового года вообще, на последние дни. Были морозы. Под сороковник. Такие даже бывали. Бывали чуть-чуть за сороковник. И это печально. На работу никуда не ходили, естественно, в такие морозы не работал. Все время проводил практически дома. Ну, мало куда ходил. Снимать одно и то же, вот, тем более, когда мороз, не совсем удобно и великолепно. Ну, вот, решил снимать ролики дальше, потому что терять начали. А я не люблю, когда мне люди теряют почему-то, я не знаю. Я на этом как-то плохо себя чувствую, потому что чувство какое-то долго остается. То есть, как будто я кому-то что-то доложил. Вот такие ролики я кому-то доложил. И еще момент был, давайте расскажу тоже. Мне хотелось снимать, потому что нагрял вот такая грусть, тоска. Два момента. Я с человеком много очень общался. В телефоне, там, в этот, смс-ками, в контакте, в телеграмме созванивались пару раз. И этот человек пропал вообще из виду. То есть, мутки не доходят, смс-ки, телега, контакт не отвечают, не заходят тоже туда. Или как-то вот этот человек потерял, как-то вот этот стол. Ну, как-то, знаете, ну, с человеком общался вот каждый вечер просто. Он тоже симулировал, потому что смотрит меня постоянно за человека. И все время, знаете, вот он тут. Я говорю, блин, смотреть мне будет неинтересно, потому что ты уже знаешь, я тебе, блин, рассказал весь ролик, что произошло за день. То есть, ну, такое общение было. И как-то стало охреновастенько, так скажем, на душе, то, что он перестал уходить на связи за человека. И еще момент, пару дней назад тут наступил. У меня заблокировали счет банки и карту тоже заблокировали. То есть, полностью ноль по деньгам. И то, что мы сейчас переводили вот сейчас, даже переводили вот пару дней назад, два раза, наверное, эти деньги сразу улетают. То есть, карточка под ноль идет сразу. Объясняю, почему. Я платил элементы просто переводом жене. Ну, там, переводил деньги. И все, ну, она сама понимала, что, что это его жут, то есть, не просто так. И сейчас пришла, блин, как сформулировать, я не помню это слово-слово от судебных приставов, там, долг такой, ни хера не маленький по нашим зарплатам. И, как бы, это тоже как-то меня, этот, вздумку такую, знаете, в телогу какую-то. Не знаю, что делать, куда идти, куда бежать, блин. Этот. Сегодня хотел сходить на судебных, узнать, как это все решить. Потому что с женой созванивались, она не против, она, как бы, знает, что я там платил деньги. Только приставай об этом, не знаю. И все у меня. И еще такой долг висит, его поймать. Самому страшно. Забрал все документы, забрал письма, я даже их не читал. Там эти, знаете, после разводовские такие письма какие-то приходили, потом было ходить, не знаю, не надо было. Я даже не вникал, я в мамки увез. Говорю, пускай у тебя лежат документы все, ну, как там, военный билет, там, не знаю, там, это, ИНН, там, ну, понимаете сами. И вот эти письма там, почитали что-то, подумали, как это все решить. Ну, с мамой. Потому что я, знаете, в этом деле я далекий. Некоторые думают, что я в интернете охеренно понимаю, знаете, спрашивают, как там деньги вывезти откуда-то оттуда. Я говорю, я... Я умею ролики снимать и выкладываю их в интернет. Больше ни хрена не умею. Вот это вот... В интернете, друзья, я не волокую особо совсем. То есть я не понимаю, там, как деньги вывезти, как там где-то регистрироваться. Я в телегу зарегистрировался сейчас, благодаря вот человеку, которому переписывался. Больше, чаще захожу в Телеграм, и как бы я там зарегистрировался. И то, объясни мне, как-то это сделать. Сейчас в Телеге есть, кстати. Кто-то там заметил, не знаю, кто заметил. Как это замечается вообще. Я не умею, я только с ним человеком переписывался больше ничего. Ну, там, в новом году, когда-то друзья поздравляли, я поздравлял ответ тоже. Ну, просто как смс-карт. Ну, только то, что можно там допустим фотографию, там видео, которые будут. Ну-ка, переслать друг другу. Вот. Так что сейчас я пока на нолях. Но, жена сказала, вот расходит судебная пистолетовая. Ну, как жена, бывшая жена, понимаете. Нет жены. Разберется там. Ну, сказала, как бы там этот. Не главное, чтобы они сейчас вернулись. Отчеты на карту. Потому что, блин. У меня их нет совсем слова. У меня были бумажные. Я кэшам. Бумага, я, короче, не таскал деньги практически. Знаете, я их сразу на карту уложил. И это самое. Еще друг-то мне рассказывал про бонусы. Спасибо. Я не знаю, что-то такое тоже. Знаете. Чтобы, думаю, они там капали тоже. Мало-мало, что-то не закупить. На них можно там какие-то скидки. Короче, утром не понял. Ни хрена объясним бы. Офигенная штука. И вот, потому что бумажными деньгами я не распорягался. А слов совсем. У меня есть маленько денег. У мамы лежит. Я пока вот хожу. Там не знаю, что купить, пожрать. Я хожу к ней. Беру там сколько-то денег. И все. А те деньги, которые были, они все улетали. И то, что вы переводили, они тоже. Улетали. Просто в ноль. Сразу. Сначала приходит то, что у вас карты сняли, допустим, там 500 рублей. А потом приходит смс, что тебе кто-то такой-то перевел. Я потом скажу спасибо отдельно, кто переводил деньги. Их на данный момент у меня нет. Так что пока не надо что-нибудь переводить. Давайте уладиться вся эта ситуация. Еще надо знать, как потом в дальнейшем платить элементы на детей. Потому что пока непонятно. Я говорю, ну сейчас закроют тут задолженность. Допустим, ты сходишь там, узнаешь. А потом, что дальше будет. Мне непонятно. Потому что на следующий месяц опять придется заложность какая-то. Опять у меня деньги карточки улетят. И опять надо будет ходить разбираться. Мне все это как-то уладить. Я говорю, я сам вот эти вот. Что больница, что милиция, что вот эти какие-то судебные пристава, там, не знаю, госуслуги, банки. Я вообще в этом ничего не понимаю. Я дурак в этом, понимаете. Я никуда, я никогда, никогда никуда не ходил. Ну как ходил по надобности. Вызывали там, допустим, туда-сюда. В больницу приходилось ходить на эти. Ну там, сдавать, засмотреть. Для меня это полная, извиняюсь, жопа. Так что как-то так. Человек, который, если мало ли ты потерялся, мало ли ты смотришь, воли ты. Пожалуйста, вернись куда-нибудь. Честно, вот. Не хватает этой приписки. И давайте жить дальше. Попробуем доснять этот ролик. Расскажу, что-то как это происходит. Пока будет интересного. Если я на работу не ушел, потому что хотел судебную пустова идти сам. Я уже, наверное, говорил об этом. Нужно позвонила, узнала там все. И сказал, что завтра сама сходит, там разберется. Бывшая правда. Все. Давайте снимать ролик дальше. И так, друзья, у меня новая розетка. С одним другом съездили, купили, с другим поставили. Ну, он поставил. Говорит, давай я поставлю. Интересно смогу покупаться. Я бы, в принципе, сам поставил. Для меня это вообще не проблема. То есть, чего-чего розетки-то поставить. Ну, я проводку, в принципе, дома сделать могу целиком. При желании. Только то, что, знаете, нас когда учили, это была еще старая проводка. Нас учили на этих изоляторах, на мелких таких. Ну, кто понимает, тот понимает. И как-то их учили еще на скобках. Сейчас вся проводка делается, знаете, она как-то... Ну, не как вот сейчас выглядит. То есть, она идет в таких, не знаю, как назвать, контейнеры, не контейнеры, не устанавливаются там везде. Ну, тут старая проводка. То есть, тут для меня проблем не было бы для самого поставить розетку на место. Ну, обогреватель иногда включается. Потому что, блин, 40 градусов мороза без него было совсем туго. Печка не справлялась у меня, которая дровами топится. Итак, друзья, у меня еще появилась вот такая вот посылка. Она пришла уже давно, но я ее не распечатывал. Кстати, я человеку, который посылку посылал, переписывал, если который пропал. Я, как понимаю, этот человек тоже посылку не забрал, потому что если бы забрал, у меня приходит то, что посылку забрали. Посылка пришла уже несколько дней назад. И я все ее никак не искупал, потому что, знаете, как объяснить, сейчас за рекламу можем поиметь. Так что я сейчас ее буду скрывать. Если там нет никаких бумаг, я просто покажу то суд. А в дальнейшем расскажу, где и как ее заказать. У меня были два варианта. То ли это возьми, то ли это возьми. Я решил взять это. Что-то такое. Увидите, что-то немаленькое. Дайте немножко кинесу. Что-будем их было. Или, может, прям. Ну, давайте начнем. Книжку брать пока. Осталось маленько зачитать. Никак не зачитаю. Блин. Книга интересная с другой стороны. Там ничего не порезает. Там можно что-то порезать. нет. Влезай. Влезай. Там никаких бумаг нет. Вроде бы. Есть. Так. 80% Чего? 8%. Короче говоря, я не могу сейчас на данный момент вам не говорить ничего о продукции, где ее заказать, и что это такое. Ну, что это такое вы сейчас увидите. Не могу сказать название всего этого. Ну, это, друзья, пуфик. Типа пуфик. Но внутри в нем... Одеяло. Блин. Ни арак на этого не скрутить буду туда. Так что пуфик перепонять сейчас быть пуфиком. И стали быть одеялом. Как бы в данный момент, перед каких-то морозах, вот оно бы точно не помешало. Я не знаю, сейчас выйдут на связь, могут сами они будут. Сейчас выходные были, но не работали, что ли. Никто же должен был приходить на помещание о том, что посылку я забрал. Как бы они не реагируют, не связываются со мной сами. Блин, вот эти достать не могу, потом я точно туда его и запихаю. Офигеть. 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 Вот это одеялодако делал. Подпишись тем, что под какие-то я сплю, в данный момент но бить оно больше размером моего-то. Да оно, блин, в разы больше размером, чем моё-то. Посмотрите, посмотрите, ну какое оно. я думал она из ткани внутри какая-то злато стекула так знаете пихают по-настоящему ну вот как этот мех какой-то то есть как плед но очень толстый я даже рад что она такое действие будет здесь сейчас на улице ни хрена к жара спать пор такими левом не год и от нее стройни охренеть под ним уже проем спать нужно больше чем и кровать короче говоря потом как я все узнаю я объясню и повторюсь где и как можно получить реально больше чем мы его и причем он найдет толстая мягко ли такое блин приятно так мягкая игрушка знаете вот это вот из него ничего не вылетают в этот пух это обновка да обновка что-то новое в моем доме появилось и знаете офигенно хорошего хорошего качества все больше ничего не скажу пока а Субтитры сделал DimaTorzok 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 как-то потихоньку ну там чё запаса не запасы у меня лежали вот мамы которые лежат они лежат вот на черный день когда вы знаете что-то мало ли друг я не конкретно сюда копил там лично что-то делал этот всяко может случиться на эти деньги понадобятся так что понадобились потому что все на картах денег нет на счетах тоже нет вернулись домой снимать ничего не снимал мама дом не пельменей дала на их не она давай их сестра потому что их дома либо и по мне ходил магазин купил муча средства поэтому могу ну короче интересное то что бытовухи нужно перемене кстати найти где-то говорил что на очень вкусные перемене продаются ну то что делать мама это бомба просто это никакие они столовские там магазинские они не тратятся никогда потому что то что делал ваш ты сам я как бы там делать не умею тем не менее мама делала вот я у нее брал недавно ешь губа просто знаете удовольствие ну блин это вкус детства это все вот знаете ну никакие не сравнятся все равно тем более у каждого наверно свои если это причуды каждый по своему делают каждой семье вот это вкус детства он по-своим сделан что же еще рассказать не знаю тут уже опять пишут вконтакте стать и потеряли так что мой ролик надо доснять побыстрее и скажу о том как я провел наверно я вот эти последние морозные дни чем я занимался пока сел дома морозы кроме того что топил печки есть свои вы знаете все такое сейчас объясню и так друзья вот эти вот морозы я два раза пересмотрел фильм зарегистрировался новинки чтобы посмотреть один фильм сериал и два раза его пересматривал потому что некоторый момент опускал и сейчас есть youtube она все уже завтра на вот этим мнениями обсуждениями тем не менее хотелось тоже добавить этот фильм называться слова пацана все его наверно большинство на развитие пересмотрели кто не смотрел посмотрите это не рекомендация но просто этот фильм все много рано не поддать посмотрите фильм чем зашел чем не зашел просто объясню свое мнение не буду рассказывать что на фильме было свое мнение просто объясню фильм снят по мотивам то что было когда-то 80-90 года то есть многие это прожили многие это видели это было не только в казани там где-то в татарстане это было по всей россии просто где-то это было так жестко где-то менее жестко то есть везде эти были такие явления как ну переживали в свое время это тоже вот здесь вот моем городе он город маленький но все равно было разделено все по районам есть даже рассказывал об этом то есть были свои районы там как бы сильно не воевали так но тем не менее стычки были и как бы друг друга как мы не то чтобы не любили просто вот разделение одного даже маленького города на какие-то вот райончики это было ну дело не в этом что я хотел сказать мое мнение о фильме кто не смотрел тот посмотрит узнает много все таки все равно сейчас малолеток начинают высказывания такие как скорлупа на и вот это все прочее там как такие вот обзывательства молодежь и все я уже все нашел на маму сугробе валяются два ребенка в ребенке от них им лет ну максимум на блин по 6 там что-то махаются там между собой одних мат летят даже я столько не запрягаю просто вот это учит фильм тому что не надо делать но блин молодежь может понимать это по-другому маленько то есть они могут воспринимать не все конечно да это поучительный фильм для того что вот это было тогда этого делать нельзя но некоторые молодежь наоборот как бы знаете вот это участок крутые там туда-сюда не надо этот фильм так понимать меня смотрят наверно и дети и так что поймите правильно этот фильм учит тому что было раньше это то что в наше время это просто недопустимо это недопустимо властью правительством у вас этого причем желание знаете вот чего вы там исполняете ну не то что исполняете пытаясь и себя показать сейчас посмотрите нас смотревшись фильмов это пойдет вам на пользу по-любому и знаете что это даже от взрослых такие высказывания и как бы на сейчас такая подача идет и от взрослых даже от некоторых таких видно что недалеко ума так я на эти вот сейчас смотрелся кино и все да мы в свое время тоже смотрели вот бригада бумер на эти все такое у нас было такое тоже знаете когда бы на эти хотелось подражать кому-то но мы не делали то что было на экране телевизора допустим даже в мелких деталях до творили глупости но это было само по себе это был было вот в то время до 2000 года вот когда были шелупоню тоже такое на эти а это самое исполняли но фильмов это никак не зависело а сейчас вот есть толчок от одного фильма на молодежь кто-то посмотрит да молодежь никак-то вся пересмотрела от мало до великого все школьники знают что только слова пацана но этот фильм направлен не на молодежь и не на взрослых он как бы понимаете 18 плюс но его смотрели все малолетки там как бы это не пропустить на эти любой фильм про духу любой посмотрите сейчас ребенок никто это не никак не запретит не смотря на эти запреты там 18 плюс 18 плюс и просто вот это вот то что вот молодежь некоторая очень погрузилась фильм потому что фильм настоящий такой атмосферный и как бы смотришь на одном дыхании игру я два раза пересматривал потому что мне стало реально интересно я не люблю смотреть и по телевизору фильмы но я блин на телефоне присмотрел два раза потому что но он зашел просто интересно было что будет происходить персонажами в фильме но как бы знаете повторять что-то или что-то кому-то доказывать там этот слов слов нам набраться меня в такой голове не было а у детей будет так что друзья кто не смотрел можете посмотреть я буду заканчивать потому что у меня такой разговор на получился мы думаем что просто не потеряли а дальше я начну ролики снимать по мере возможности как бы опять были моменты когда просто не хотелось снимать ролик блин ушел с тебя так вот опять погрузился и не охота не тихрена снимать да и ничего особо всем спасибо всем пока до скорых встреч